Особое мнение на 101FM Выходить из этого возраста точно не хочется, поэтому будем считать себя причастными и в настоящее время Ну буквально недавно закончилось очередное совещание плановое, да, у губернатора Традиционно это по понедельникам происходит, если не случается никаких форс-мажоров Большое внимание вы сказали пожарам, да, в регионе было удивлено Безопасности, да, в целом пожарной безопасности Прям каждый день вот такие тревожные новости поступают Ну, следует еще раз, наверное, обратиться к жителям, в первую очередь о том, что Введен режим противопожарной безопасности, да, и необходимо все-таки обращать внимание на Те требования, которые предъявляются по разведению костров, по сжиганию травы, по уничтожению мусора У нас впереди праздники большие, которые традиционно люди привыкли проводить на природе И открывать садоводческие сезоны, вот, и в этой связи вот как раз особое внимание обращалось Как раз тем направлениями, к тем, у кого в планах стоит Либо съездить на шашлыки, что вот надо быть более аккуратными, более осторожными, более внимательными Потому что и переводились на совещание примеры о том, как из одного мангала 3 гектара леса просто сгорело Да, то есть погода сухая, поэтому это все надо учитывать Дополнительные меры какие-то воздействия планируется принимать? Или пока глава региона, там, местным главам муниципалитетов посоветовал? Как можно пристальнее следить за этой темой? Ну, понятно, да, что основной посыл был именно главам местного совправления То есть, напомню, что в конце прошлого года было несколько пожаров, связанных с неправильным использованием печного отопления И тогда Александр Леонидович поручил Министерству внутренней политики вместе с главами Организовать разъяснительные беседы, мониторинг этой ситуации Это привело к тому, что количество случаев практически сошло на нет И поэтому вот эта практика профилактики на местах, она будет приоритетной Помимо этого, мы как бы заслушали еще и сообщения наших министерств по чрезвычайным ситуациям Департамента экологии, которые тоже рассказали о том, что будет предприниматься с точки зрения того, чтобы мониторить ситуацию То есть, это и количество патрулей, это и аэромониторинг То есть, с помощью самолетов, квадрокоптеров Это и сформированный штат парашютистов, которые при необходимости готовы будут тушить эти пожары Но лучше бы, если бы это все не пригодилось Сегодняшний день, 24 апреля, еще и примечателен тем, что именно сегодня стартовал прием заявок На региональные грантовые конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций Мы говорили, уже анонсировали его чуть ранее Но вот я думаю, что сегодня хороший повод напомнить Особенность конкурса заключается в том, что сумма в этом году подросла Федерация к нашим 15 миллионам добавила еще свои 15 миллионов И общая сумма у нас 30 миллионов рублей в этом году Насколько значимым считается это мероприятие И насколько оно так подстегнет НКУшников? Ну да, то есть, опять же, в рамках утреннего совещания Еженедельного совещания Александр Валентинович объявил о начале грантового конкурса Следует сказать, что там есть несколько новшеств Это, во-первых, добавлено еще одно направление, еще одна номинация Эта номинация связана как раз с инициативами, посвященными юбилею города То есть, некоммерческие организации могут предлагать какие-то событийные, спортивные, культурные, досуговые мероприятия Которые будут включены в план проведения юбилея в этом и в следующем году Второе новшествие это то, что появилась третья категория То есть, если раньше было две категории участников Это те организации, молодые организации, которые срок существования до 12 месяцев С момента государственной регистрации и после То сейчас появилась еще одна категория, это категория сетевых организаций Это те, кто реализует проекты на достаточно широкой территории нашей области То есть, в нескольких регионах работают, да? В нескольких муниципалитетах, скажем А, в нескольких муниципалитетах Конкурсы у нас все-таки региональные И там категория, это категория организация, которая либо будет проводить мероприятия Не менее, чем в пяти муниципальных образованиях И или же на их мероприятии будут собираться представители не менее 50 муниципальных образований То есть, если, предположим, какой-то проводится фестиваль То в нем должно принимать участие не менее половины муниципальных образований И это как бы тоже достаточно хорошо У нас есть там порядка 10-15 организаций, которые уже вышли за рамки локальных проектов Они готовы выходить на работу в районы Мы заинтересованы в том, чтобы эти организации пошли в районы Потому что это будет способствовать развитию активности на местах Поэтому вот это появление третьей категории Это рассматривается как положительное И это была, опять же, инициатива и предложение общественной палаты И ресурсного центра, и общества знаний, и экспертов И хорошо, что Министерство внутренней политики нас услышали И третье новшество, это увеличение суммы гранта То есть, увеличились суммы гранта для всех трех категорий И достаточно значимо увеличились Поясним, максимальная сумма одного гранта, это 1 миллион рублей Это для третьей категории То есть, это для тех, кто будет реализовать сетевые проекты Для тех, кто будет реализовать проекты локального плана Но достаточно широкой масштабности И организации со сроком деятельности более 12 месяцев Это 700 тысяч И для начинающих организации это 350 тысяч То есть, это тоже в сравнении с прошлым конкурсом И, опять же, по просьбе некоммерческих организаций Которые озвучивались Александру Валентиновичу Вот такое увеличение практически на... Ну, если не в два раза, то где-то процентов на 70 Такое увеличение произошло И это тоже хорошо Теперь, собственно, там слово за самими некоммерческими организациями То есть, в целом, в остальном порядок уже должен быть понятен Буквально на прошлой неделе мы проводили семинар Где разбирали ошибки в заявках прошлого года На этой, по-моему, неделе планируется проведение установочного вебинара С силами Министерства внутренней политики Где они будут рассказывать о конкурсе Ну и потом будут еще и семинар непосредственно уже такого консультационного плана К тем, кто заполняет заявки То есть, система сопровождения существует Она будет работать Ну, вся инициатива теперь от самих некоммерческих организаций Ну, эту, так скажем, полену вы хорошо знаете, безусловно Сами НКО ждали конкурса, готовились к нему Как вы оцениваете такой настрой? Ну, данный конкурс, он, конечно, ожидаем Да, то есть, потому что, ну, чего греха таить В Кировской области мер поддержки некоммерческих организаций не так много Да, то есть, и конкурс является одной из основных таких мер Это, во-первых Во-вторых, сам механизм конкурса достаточно активно обсуждается некоммерческими организациями То есть, вносится много предложений, много всевозможных Ну, как правило, просят что-нибудь упростить, чтобы легче было Ну... Нет, не обязательно Не обязательно Не обязательно, потому что, как бы, мы понимаем, что речь идет все-таки о бюджетных деньгах И здесь возможности упрощения не так много, нежели это был бы там конкурс Каких-то небюджетных благотворительных организаций Частных каких-то, да, структур Поэтому здесь, в основном, речь идет о некой шлифовке, да То есть, шлифовка, предположим, механизма подачи, да Вот уже, там, второй год подача осуществляется, там, не каким-то иным способом, кроме как Через специальную платформу Киров.гранты.рф называется Сейчас, с этого года, открываются все возможности этой платформы То есть, вот те, кто участвует в президентских грантах, они знают, что И процедура заключения соглашения И процедура общения, консультирования с почетностью и по всем другим вопросам В возникающем процессе реализации То есть, это все находится сейчас на одной платформе Которая, собственно, для грантополучателей будет бесплатной И, соответственно, открывает для них возможности вот как бы избегать субъективизма На что многие жалуются, да Что очень часто при представлении отчетности сталкиваешься с субъективизмом там конкретных, предположим, специалистов, чиновников, да То есть, которые вот меняют свои точки зрения Которые считают, что это вроде как нарушение Да Когда общение становится публичным, то, соответственно, все диалоги могут фиксироваться Поэтому вот с этого года запускается полный цикл И я думаю, что это как бы должно тоже снимать определенные Те недовольства, которые иногда возникают у грантополучателей И у грантодателей в том числе Потому что нужно понимать, что есть претензии не только со стороны Некоммерческих организаций Но есть и вопросы, которые задает министерство по отчетности Потому что не все добросовестные, не все правильно умеют работать с отчетностью Поэтому запуск полноценного сайта – это благо До 25 мая будут приниматься заявки на упомянутом ресурсе Ну а победители будут объявлены к 1 августа этого года Затем уже этап реализации начинается Ну, традиционно, да То есть традиционно примерно месяц-полтора на то, чтобы провести экспертизу И, как обычно, к экспертизе будут привлекаться и эксперты из других регионов То есть это уже общероссийская практика Когда эксперты из разных регионов работают в рамках какого-либо регионального конкурса Это на самом деле позволяет избегать аффилированности И обеспечивает такой свежий взгляд на в том числе те инициативы, которые есть И могу сказать, что это работает очень хорошо И мы знаем, что и на примере города добрых соседей Эксперты не только оценили заявки, но и в целом охарактеризовали уровень развития активности И работы с активностью в нашем городе И дали хорошую оценку того, что у нас ведется такая работа Разбор полетов, вы сказали, недавно был Какие типичные ошибки допускают чаще всего претенденты на гранты? Насколько они существенны? Не знаю, или иногда речь идет о каких-то мелочах Таких не очень имеющих отношения к сути вопросов Ну, опять же, есть традиционная ошибка Это не всегда люди понимают, что такое социальный проект То есть путая его с экологическим проектом Путая его просто с описанием каких-то мероприятий У социального проекта есть логика То есть соблюдение этой логики Это одно из обязательных условий при участии в грантовых конкурсах Это, наверное, такая первая ошибка Но если говорить о самой типичной ошибке Самой острой ошибке Это, конечно, вопрос качества заполнения заявок То есть мы в рамках этого семинара Специально к этому семинару Сделали анализ по конкурсу «Город добрых соседей» Проанализировав то, когда заявка была подана В какие даты То есть с тем, какие заявки победили И с тем, какие заявки были дисквалифицированы Как нарушившие требования Давайте предположение сделаю, что те заявки Которые прямо в последние мгновения поступают Они, как правило, не проходят отбора Да То есть вот заявки, которые поступили в последний день Там даже мы делали Последний день разбивали его на две части До пяти вечера и после пяти вечера Я вам могу сказать, что вот, собственно, все заявки Которые были дисквалифицированы Это заявки этого дня Из тех заявок, которые подавались заранее До последнего дня Как раз основная масса победителей оказалась там То есть люди не спеша готовили Два месяца это там был дан срок Это большой срок, да То есть не спеша готовили Не спеша все проверяли Отправили и, соответственно, победили Те, кто это писал в последний момент На коленке Как обычно, без найти там какие-то данные Какую-то информацию Не представляется возможным И поэтому там и совершаются ошибки Я даже знаю, там несколько организаций В том числе у нас в регионе Которые там потом начинают хвастаться За сколько минут до окончания Там они эти заявки отправляют Соревнование такое Да, то есть кто-то там 30 секунд Кто-то там 2 минуты Ну, это как бы смешно Но если мы хотим выигрывать То надо как бы менять подход Вот это, наверное, самая главная ошибка В общем, спешка дело такое Она выходит боком потом, да? Не приводит к желаемому результату При всем при этом Именно эти организации чаще всего В процессе подготовки заявки На семинарах, на обращениях Начинают жаловаться, что им не хватает времени Еще раз напомню Сайт kirov.granty.rf Хотя те, кто собираются претендовать На получение грантов В рамках этого конкурса Я думаю, что все прекрасно уже знают И давно уже работают Да, есть контакты Министерства внутренней политики Есть контакты ресурсного центра общества знания Да, то есть можно информацию получать и там Переходим к теме подготовки К 650-летию Кирова Напоминаю, что Михаил Вячеславович Курирует данную сферу Говорили мы не так давно О создании некого талисмана Символа празднования, юбилея Не успели поговорить про гимн Или как его правильно Официальную песню Как правильно Как вы формулируете саму эту тему Тоже конкурс будет объявлен Знаете, мы на самом деле Нет, решили, что не надо ни гимнов Не официальных песен Сейчас, в настоящее время Министерством культуры Объявлен конкурс на Просто песни о городе То есть о юбилее, песни о городе То есть туда уже поступают И, насколько я знаю Уже там около, по-моему Десятка уже есть Заявок, которые идут от людей Где они там исполняют Свои песни о городе В каком виде заявки Эти можно присылать? Так вот, если кто-то сейчас услышит И решит поучаствовать На сайте 650kirov.ru Есть положение о конкурсе То есть лучше ознакомиться, почитать Да, это может быть видеоклип Это может быть аудиозапись То есть по большому счету Здесь никаких особо ограничений Ноты, партитуру не обязательно присылать? Ну, нет Потому что Нужно так, чтобы сразу можно было послушать Или увидеть сразу же Вот, да И дальше планируется, что Все собранные песни Они будут Ну, понятно, что Проходить какую-то некую экспертную оценку Но в основной стоимость Они будут размещаться на сайте юбилея На партнерских сайтах юбилея То есть их будут подсвечивать И раскручивать в рамках мероприятия юбилея Понятно, что Есть и какие-то будут Мега интересные проекты Предложенные Да, то Здесь возможен вариант Подключение профессионалов Для того, чтобы делать профессиональные клипы Для этого дела Ну, то есть Вот здесь, опять же Не цель конкурс Да, то есть А цель Вовлечь людей В праздничное мероприятие Чтобы они могли Вот своим талантом Внести Вклад какой-то Да Поэтому Я думаю, что вот таких конкурсов Так же, как и с талисманом Так же, как и с ней Со слоганом таких конкурсов На самом деле Ну, много не бывает Просто у каждого свой талант Кто-то там хорошо мечи набивает Кто-то там стихи сочиняет Кто-то рисует Вот, мне кажется Юбилей Это хороший повод Для всех Собственно Своим талантом Внести свой вклад Как конкурс Талисмана, кстати Продвигается Есть работа Что известно Поскольку активно поступают работы Есть работы И в официальной группе В Телеграме Эти работы Некоторые из этих работ Выкладываются Ну, опять же Сказать, что Кто-то однозначно Что-то предложит Чтобы воспринял Весь город Такого Ну, вряд ли будет То есть Все равно всегда Вы имеете в виду Что будут оценки Мнений Не в пользу Да, собственно Кому-то не нравится Бенчонок Кому-то нравится Не знаю Тигренок И так далее И такие мнения будут Всегда Поэтому Все идет Как бы своим чередом То есть конкурс Он у нас объявлен Если мне не изменяет память Там до августа Конкурс изображений По-моему До конца апреля Или до конца апреля 28 апреля, по-моему Фигурировал Это значит конкурс Песни у нас до августа Вот Посмотрим Что попадет в шорт-лист Есть интересная идея Может поделитесь Личной оценкой Вот из того Что мы еще не знаем Не имею права Мы же пока только Динозавр, рысь и белка Не имею права Вот просто Да, то есть Как бы Чтобы опять же Не быть потом Обвиненным в афилированности И там В какой-то подсветке Чьих-то вариантов Точно не буду этого делать Есть конкурсная комиссия Есть положение Есть профессионалы Которые будут на это все смотреть Я себя там Не отношу к профессионалам В области дизайна Там и Подобного креатива Есть то Что мне может понравиться Да, там А мне нравится Я об этом уже По-моему Давно говорил Идея с бельчонком Мне очень нравится Именно бельчонок Да, то есть Вот этот наш Вятский бельчонок Которую Мы традиционно привыкли Видеть Рыжего Вот Это Это Мое Предпочтение Ну, как бы Дальше будем Своим чувствовать Профессионалы Ну и еще одна Идея Которая вызвала Большой Общественный резонанс И сейчас На сайте Администрации Города Голосование Проходит Я имею ввиду Монумент Александру Невскому Который Планируется Установить Рядом Святской Филармонии Я думаю Что вы читали Эти отзывы Тоже в интернете Там многие Недоумевают Почему именно Александр Невский Историческая Персона Которая к нашему Городу Вроде отношения Прямого И не имеет Мол, давайте Памятники нашим Известным личностям Ставить Там нет того же Памятника Например Ивану Полуночу Чарушину Да, или Запроектировал Тот самый Александр Невский Собор Уничтоженный В 30-е годы Прошлого века Ваш взгляд На происходящее Невский Мне на самом деле Ну давайте так То есть Да, эта тема Была обсуждаема Вот там До какого-то Определенного момента Она обсуждалась И там Ни у кого особого Интереса не было Кроме там Узкой группы людей Пока не появилось Там Военно-историческое Общество Которое Собственно Внесло предложение Выступает в качестве Инициатора Да, давайте мы поставим Да, там Как-то все забыли о том Что об этом же В свое время говорил И наш патриарх Марк Да, митрополит Марк Вот Да, мне нравится Мне нравится Идея Во-первых Появление новых памятников Это всегда благо Да, то есть Мы как бы Должны Фиксировать И что-то передавать Последующим поколениям Мы с вами Там Видим памятники Которые нам Пришли от прошлого Поколения Да, там Слава Богу Ни у кого не возникает Ну, правила Это какие-то Наследия советской эпохи Наверное, да Ну, почему У нас же есть памятник Трифону Есть памятник Петру и Февронии Да, то есть Как бы Никто же Опять же Не задает Не задает вопрос А какое отношение Петру и Февронии Имеют Как бы К вятской земле Нет, я имею ввиду Там Сразу нескольким поколениям Памятники знакомые Да, все-таки Памятник Петру и Февронии В Александровском саду Он достаточно еще такой Новый Вот, да И поэтому Как бы Мне кажется Что вот Привязать данное место И поставить памятник Александру Невскому Идея достаточно хорошая Да, потому что Во-первых Ну, понятно Что есть прямая связь Александра Невского Собором Который был на этом месте А во-вторых Но ведь он был построен В честь Александра Первого Который посещал Нет Наш город В 24-м Вроде как принято считать Это принято считать На самом деле Ведь собор называется Собор Александр Невский собор Да, то есть Это как бы В честь святого Ну, все правильно Да Вот, то есть Мы об этом и говорим Да, то есть В честь кого построен Да, точнее Для кого построен Там Это вопрос второй Мы сейчас говорим О святом Во-вторых Рядом у нас Находится Музей воинской славы Рядом у нас Находится Монумент Погибшим Нашим землякам В локальных конфликтах Да, и здесь Образ тоже Александра Невского Вполне уместен В-третьих Уже в этом году Это поручение Александра Анатольевича Должны начаться Работы по благоустройству Этой площадки То есть То есть Мы понимаем Что У нас Гагаринский парк С точки зрения Того Что может быть Профинансирование Что будет профинансирование Со стороны Федерации Он не прошел Но это не значит Что территорию Мы как бы должны Там забросить И поэтому Вот первый шаг Благоустройства Благоустроить площадь Которая нынче Называется Площадь революции То есть Вот благоустроить Благоустроить ее И благоустроить Благодаря тому Что есть тема памятника Ну на мой взгляд Это там Тоже большой плюс Для города Будет Вот То есть Вопрос Какой памятник Да там Я считаю Что Ну пусть голосование решит Сегодня мы видим Три варианта Там предложены Варианты Да То есть Которые предложены Да Видим как идет Такая Достаточно Яркая борьба Потому что мы видим Как Сначала Лидировал Один вариант Потом Второй Потом Сейчас снова Поменялись позиции На коне Без коня Шлем Я тоже следил Да Вот То есть Процесс идет И я Предполагаю Что до конца Этой недели То есть Как раз До 28 числа Голосования Вот соответственно Как бы Там мы уже Будем понимать Какой памятник Побеждает Чуть позже Давайте еще немножко Продолжим Разговор на эту тему Михаил Курашин Советник губернатора Кировской области Сегодня в нашей студии Полтора минуты рекламы И мы вернемся Особое мнение На 101FM Продолжаем наш разговор С Михаилом Курашиным Советником губернатора Кировской области Там знаете Какой вопрос Михаил Вячеславович О нем Еще видимо Не говорится На какие деньги Будет устанавливаться Памятник Ну однозначно Инициатор Военно-исторического Общества Однозначно Нужно Отметить Что Вопросы С изготовлениями Установка Памятника Это не вопросы Бюджетов Ни городского Ни областного Давайте вот так зафиксируем Это четко нужно Ни копейки бюджетных денег На сам памятник Не будет Благоустройство Площади То есть это Будет уже зона Ответственности Городской администрации Соответственно Там Будут бюджетные деньги На благоустройство А постамент Сам памятник Установка И так далее Да и обслуживание То есть это будет уже Вне бюджета Ну и Возможно Там не исключено Приглашение К участию Самих жителей города Да Каким-то образом Ну вот Ну Просто сравнивать С другими проектами Такая возможность По-моему Не исключается Не знаю Мне кажется Что Было бы Наверное правильно Если бы жители Сосредоточились На Помощи В строительстве Федоровской церкви Вот Потому что Как бы Это все-таки Более такое Серьезное И знаковое Сооружение Здания Да То есть важные Вот И Меньше Мерия Оно вызывает Какие-то Вот такие Разноклассия То есть Тех Кто критикует Эту идею Это практически Нет Поэтому Я думаю Что может быть Есть смысл Сделать акцент Именно туда А не Ну С другой стороны Если жители Захотят Принять участие В финансировании Этого проекта Тоже запрещать Как бы Смысла нет Но Мне кажется Искать нужно Все-таки Полноценного Благодарителя Мецената Мецената Сегодня видим Достаточно Чистый город Вот Благодаря Субботникам Да То есть Там где люди Прибирались Там действительно Вот это То есть Имеем ввиду Те места Где уже были Это заметно И таких мест Достаточно много Мне кажется Что Будет неправильно Говорить о том Что там У нас Вот там Город После зимы Так и не вышел Из спячки Нет У нас Все вышло Достаточно хорошо Что касается Пыли и грязи На улице Ну Да Там Это зона Ответственности Города Там Вячеслав Николаевич Сегодня Тоже выступал На эту тему Мы понимаем Что Главная проблема Заключается В нехватке Все-таки Спецмашин Которые бы Занимались А по большому счету Было бы больше Было бы все быстрее Было бы быстрее По большому счету Я думаю Что все-таки Проблема Точнее не проблема А ситуация Раскрывается Таким образом Что наверное За последнее время Это последняя у нас Весна Без дождей Вот Если бы были дожди Город бы давно Бы помыл Да То есть И поэтому Скорее всего Неготовность Администрация Это не только Кировская администрация Мы сегодня На планерке Тоже это обсуждали Во многих Муниципальных образованиях Наших примерно Схожая ситуация Да То есть Неготовность Она как раз Объясняется тем Что все ждут дождей Да Где-то даже В комментариях Я читал о том Что вот Проблема в том Что Ну возможно Скоро дождемся Да Если смотреть на прогнозы Не перейти В другое состояние Когда нас будет заливать Вот Поэтому вот То что пыли много Да То что Убирают Может быть Не так Активно Как хотели бы Жители Да Там Проблема Нехватки Да Там Понятно Там Ждем дождей Но то что Было Там люди выходят И самостоятельно Чистят За это конечно Хочется Там поблагодарить Людей Жителей Отдельно Дело не в том Что там Люди выходят Для камер Или засветиться Люди реально выходят Потому что считают Что они В состоянии Перебрать И сделать чище Поэтому вот эта идея С продолжением Субботников В течение Там Всего периода Остатка апреля И начала мая Там Мне кажется Она имеет место быть Кстати Может быть Продление Вернее Объединение Майских выходных Оно и поспособствовало бы К тому чтобы люди Активнее еще выходили Да и прибирали Территории Ну я возвращаюсь К инициативе Которая тут Дважды От партии Новые люди В государственной думе Звучала Сначала на федеральном уровне Потом непосредственно К губернаторам Руководителю фракции Обратился Мол давайте подумаем Над тем чтобы Не было Не было да Этих рабочих дней Двух трех Между первомаем Первомаем И девятым мая Там инициатива еще была За счет сокращения Новогодних каникул Ну вот губернатор Кировской области Ответил что У нас многие люди Ведь и работают Да В эти дни И как их Официально освободить От этого всего Ну я так понимаю Что вы Вроде как не против Чтобы у нас продолжительные Майские каникулы были Я уже высказался По этому поводу Да И в том числе В эфире О том что Я считаю что Идея с Весенними каникулами Очень хорошая идея Она вполне реализуема Да Потому что Те кто Работают по графику Или там На непрерывных производствах Им собственно Что есть разрыв Что нет разрыва Что есть каникул Что нет Каникул Разницы по большому счету нет У них есть свой график работы И они работают В частности Там можно привести пример И того же там Правительства Да Которое Работают И все Январские праздники И все остальные праздники То есть Это не только там Дежурства Но и в том числе Совещания правительства В том числе Другие локальные Там Какие-то Различные совещания Поэтому То что С точки зрения людей Это было бы Спокойней Да Ну там Возьмите пример 23 февраля И 8 марта Да То есть Ой 23 февраля В этом году Что там Так много было выходных Четыре Или пять Четыре Много А потом Когда Один день 8 марта Да То есть Многие Высказались о том Что ну как-то Нехорошо в отношении Прекрасного повода И не отдохнули Да И по-хорошему Не поздравили Поэтому Сама по себе Идея мне очень нравится Честно скажу Говорить о том Что она негативно Скажется на экономике Не знаю Я не видел никаких данных Которые Говорят о каких-то Вот таких вещах Если учитывать Что Там Город И область Это в основном Мелкий Малый бизнес Мне кажется Что Ну вот малый Бизнес Тут в первую очередь Наверное Протестует Как работников Зарплату платить С другой стороны Опять же От сферы Конечно Зависимо То есть Есть те Кто Хорошо зарабатывает На В том числе Подобных Каникулах Поэтому Тут Мне кажется Они могут И поддерживать Минутка у нас Остается Давайте Вспомним Про коллег Из областного Законодательного Собрания Все-таки В свое время Много вы Сил отдали Работы в парламенте В областном На этой неделе Я так понимаю Будет эта инициатива Рассматриваться Я имею ввиду Отмена транспортного Налога Для электромобилей Вот буквально Минута Поддерживайте Вы не поддерживайте Высказаться Пока у нас Конечно Можно сказать В зачаточном состоянии Электрический транспорт К сожалению Это единственное До чего Мы можем дотянуться На региональном уровне Транспортный налог Но когда ситуация Когда мы с вами платим Четыре налога За бензинные дороги Да То это как бы Это вообще Ну как минимум Некорректно Неправильно По отношению К автолюбителям Да Я идею поддерживаю Вот Надеюсь Что И по остальным Платежам Тоже будут изменения В пользу автолюбителей Ну это только мечты Да Видимо На данном Весна Поэтому и мечтаю Спасибо Советник Губернатора Кировской области Михаил Курашин На этом завершаем Мы нашу сегодняшнюю передачу Всем удачи Хорошего дня И хорошей недели Да Всем хорошего Есенина настроения До свидания Особое мнение На 101FM